Вы смотрите подкаст Госфильмофонда «Открытый архив» о том, что скрывает киноархив. Будем рассказывать историю кино в документах и воспоминаниях. А я научная сотрудница Госфильмофонда Дарья Горбач. А я историк кино Кирилл Горячок. Наш подкаст для тех, кто интересуется кино и теми, кто его создает. Мы расскажем о научном знании доступным языком. Тема нашего выпуска «Иллюзион. История кинотеатра на Котельнической набережной». И наши гости Антон Куприянов, арт-директор кинотеатра «Иллюзион» и Сергей Александрович Лаврентьев, сотрудник научной группы «Иллюзиона» с 1982 по 1988 год. И начнем, наверное, мы с истории возникновения. Но для того, чтобы заговорить о ней, нам нужно вообще понять, что происходило перед самым началом. Госфильмофонда, кинотеатр Госфильмофонда открывает свои двери в 1966 году, в марте 1966 года, если я верно помню. Мы бы хотели рассказать о том, как, в общем-то, да, эта идея возникла. И, Кирилл, я думаю... Да, то есть, получается, когда я думаю, например, про «Иллюзион», конечно же, первая же ассоциация – это высотка на Котельнической набережной. То есть, что «Иллюзион», а до этого это был кинотеатр «Знамя», он становится одной из, в общем, частью такого интересного вот этого ландшафта «Новой Москвы», которая задумывалась еще в 30-е годы, монументальная вот эта Москва, но была реализована уже только после войны. И я думаю, мне вот интересно, как соотносился вот «Знамя», который потом стал «Иллюзионом», с, например, кинотеатром «Ударник», который же тоже создавался при большом доме, доме правительства, дом на набережной часто его называют. Получается, что он создавался как часть вот этой социальной, что ли, инфраструктуры, что у каждой, как бы вот у элиты, да, как-то он правительство. Ну и здесь, в общем, на Котельнической набережной жили в основном люди, скажем так, серьезные, да, культурные деятели, научные работники. И кинотеатр, например, «Ударник» рождался как вот, что могли жители пойти в свой же кинотеатр, он был частью вот этой самого ландшафта социального, да, то есть была своя там столовая, можно было сходить в ресторан, прачечная и все остальное. И то же самое, я думаю, задумывалось здесь, на Котельнической набережной. Иллюзион, «Знамя», да, сначала, он создавался, возможно, как вот часть вот этого вот пространства. Вот, Сергей Александрович, что вы думаете про вот эту историю? Ну, когда это создавалось, когда высотка открывалась в конце 40-х, про знамя это правильно. А иллюзион – это как раз была история, ну, как бы это сказать, ревизионистская. То есть вот в эту самую-самую, что ни на есть, сталинскую высотку воткнуть нечто, что будет вообще все вот это вот здание сталинского СССР разъедать изнутри. Я абсолютно никто, когда это все происходило, никто не хотел, это никто не проговаривал, ничего, ничего этого не было. Но это вот так произошло. Более того, если бы это не произошло в 66-м году, то в 67-м, возможно, этого бы уже не было. Вот тут очень важно отметить, и Кирилл как раз заговорил о той большой разнице, которая была между кинотеатром «Знамя». А если я верно помню, «Знамя» – это филиал того самого «Ударника». Можете мне поправить, если не так. Ну, его случайно создавались. Нет, это обычный, да. В общем-то, это был совершенно другой кинотеатр. Иллюзион, который возник в 66-м году, вот как раз этот промежуток между оттепелью, между периодом застоя, и он мог возникнуть действительно только так и только тогда. Да. Давайте, может быть, немного поговорим о том вообще, кто люди, те, которые создавали этот кинотеатр, кому пришла эта идея в голову. Насколько я знаю, начиналось всё с того, что сотрудники Госфильмофонда, сотрудники научного дела в 60-е годы, они часто выступали с лекциями, в том числе на различных производствах. Вот, например, даже на заводе ЗИЛ, который, кстати, неподалёку, ну, относительно недалеко находится, перед сотрудниками ЗИЛа выступали научные сотрудники Госфильмофонда с лекциями в обмен, а Госфильмофонд получал детали. Какие детали, я точно не знаю, которые производились на этом самом заводе. И таких производств становилось всё больше и больше. И в какой-то момент вопрос о создании своего кинотеатра, архивного кинотеатра, ну, возник очень остро. И, конечно, все это очень хотели. Что важно отметить, Госфильмофонд вошёл в ФИАФ в 1957 году. И как раз тогда, с того самого момента, появилась возможность создать архивный кинотеатр. Может быть, мы объясним, что такое архивный кинотеатр и чем принципиально иллюзион... И зачем он нужен. Да, и зачем он нужен, да, отличался от того, что, в общем-то, было в Москве в других репертуарных кинотеатрах. Всё это объясняется одним словом – Госфильмофонд. То есть это кинотеатр, он не принадлежал ни кинофикации, никому. Это программа делалась сотрудниками Госфильмофонда, и сотрудники Госфильмофонда, то есть я в том числе, мы не были сотрудниками кинотеатра иллюзион, мы были искусствоведами Госфильмофонда. И мы здесь сидели, и на зарплату получали там. Мы не должны были показывать то, что шло в кинотеатрах, а мы показывали... Это как популяризация коллекции Госфильмофонда. То есть мы могли показывать все советские картины, абсолютно все, которые были давно уже исчезли из действующего фонда кинопроката. Зарубежные картины, которые тоже исчезли уже из фонда кинопроката. Были ограничения цензурные, разумеется, но в принципе могли. А также картины из зарубежных стран, которые никогда не были в советском кинопрокате, но которые были официально получены по межархивному обмену Госфильмофонда с другими архивами-членами ФИАПа. Вот были очень налаженные связи с Тулузской синематекой. Очень много французских картин здесь демонстрировалось, которые никогда не были на советских экранах. И люди знали, что вот это единственное место, где можно посмотреть что-то, что больше нигде посмотреть нельзя. И поэтому сюда просто попасть было очень и очень сложно. Кроме всего прочего, еще и по статусу ФИАПа, по статусу архивного кинотеатра, он, архивный кинотеатр, не имел права на рекламу. Никакой рекламы не было. Вообще на каждом углу висели такие портянки большие, мы их так называли. Где были репертуары всех кинотеатров, кроме иллюзионов? Я бы еще позволил себе добавить такой момент, если мы говорим, в чем разница между обычными кинотеатрами и архивными, мне приходит в голову такая параллель с разницей между деятельностью кинокритиков и историков кино и киноведов. Потому что кинокритики все-таки занимаются днем сегодняшним и текущим кинопрокатом. Как и кинотеатры, большинство из кинотеатров киноведы, историки кино, занимаются историей кино, как искусство, фестивальным кино, авторским кино. И, собственно, здесь, мне кажется, на этом фоне можно увидеть различия и разницу. Если позволите, я немного вернусь к началу. Мы как-то отошли в сторону. А к истории возникновения, собственно, кинотеатра, как он был организован в 1966 году, это все-таки важно. Главным человеком, собственно, можно сейчас провести аналогию с тем, что занимается Антон, в 1966 году был Владимир Соловьев. Человек, который отвечал за, в общем-то, репертуар кинотеатра. Хотя мы знаем, что он не репертуарный. При кинотеатре «Лизион» была научная группа, которая отвечала за репертуар и за то, какие фильмы шли. Может быть, вы немного об этом расскажете, как это было устроено? Ну, это, значит, была научная группа, в которой было пять человек. Потом с моим приходом стало шесть, потому что одного из членов, Марка Кушнировича, живущего ныне в городе Гамбурге, знаменитого советского киноведа, написавшего хорошую книжку про Барната, кстати, вот он ушел, значит, его перевели на полставки, вот вторую полставку отдали мне, значит, стало шесть человек. А так было пять. Были совершенно замечательные люди. Владимир Стефанович Соловьев, значит, он был начальником научной группы, и он действительно отвечал за программу, и, значит, какие-то делал первые, значит, когда программу делались, то у него было, разумеется, решающее слово. Потом была прекрасная совершенно женщина Наталья Алексеевна Егорова, влюбленная в немецкое кино, да просто именно что влюбленная. Она просто вот обожала его, терпеть не могла американская, ненавидела его просто. Как-то она проводила киноуниверситет, и в один из вечеров, когда должен был начинаться киноуниверситет, он задерживался, потому что перед этим шла картина в джазе только девушки, но не было советской версии, дали оригинал, который длиннее на 20 минут, и она зашла в зал, и посмотрела и сказала, когда же этот ужас кончится? И, значит, вот она абсолютно ненавидела. Что такое киноуниверситет, это очень важно, что было... Да, значит, в иллюзионе, помимо, значит, демонстрации картин просто, ну, обычных киносеансов, были еще несколько кинолекториев. Вот Соловьев, который любил музыкальное кино, он вел музыкальные лектории. Там было очень много обожательниц, которые ходили, просто вот умирали от, значит, музыки и от Владимира Степановича. В общем, все его очень сильно любили. Был киноуниверситет, в котором, значит, Наталья Алексеевна показывала картины, ну, такие, абсолютно такие исторические, не исторические, в смысле костюмные, а фильмы, которые были значимы в истории кино. Как правило, две картины, лекция, все как надо. Был детский лекторий, который как раз, значит, вел Марк Ароныч, которого звали Макаронычем все, значит, и дети тоже, значит, там образовывались. Вот что-то было такое... Это вот были три таких основных таких лекторий, которые там были. По-моему, я ничего не забыл, значит. Ну, и вот было очень много... Разумеется, были бесконечные недели показы картины. Кстати, вскоре после открытия, в 66-м году была произведена невероятная ретроспектива югославского кино. Югославское кино в советском понимании было кино партизанское. На самом деле там было очень много другого кино, которое нельзя было покупать в советский прокат из, значит, политических соображений. Вот они, все эти картины были показаны в иллюзионе. Польское кино, которое тоже далеко не все, которое, что было нужно, показывалось на экранах, оно тоже было показано гигантской ретроспективой в иллюзионе. И вот от подобного рода неделей и ретроспективы всяких других стран были и западные тоже иногда. Греческая была, была ретроспектива Бергмана, между прочим. Очень много... Висконте была тоже. А по поводу цензурных ограничений вот немного упомянули, вот как этот вообще процесс происходил? Кто смотрел еще эти фильмы? Да, да, да. Значит, это... Там было несколько... Ну, значит, цензура советская это отдельная песня. Ее официально не было, но просто неофициально она была... Она была и даже слишком была. Конечно. Ну, что касается вот именно программы иллюзиона. Да, а иллюзиона, значит, в иллюзионе было дело так. Значит, ну, во-первых, когда программу составляли, то, значит, ну, Соловьев, что говорили, не надо это показывать, не надо там это... Потом, когда, значит, мы делали программу, Марик, как правило, Марк Ароныч, он брал программу и вез... Да, нет, сначала, да, после Соловьева посылалась она в Госфильмофонд. Там Владимир Юрьевич Дмитриев, который, значит, все смотрел, говорит, это не надо, это не надо, не надо, там Симона Синьорена повернулась задом к нашему послу в Париже. Так от цензуры и работала. Так от цензуры, да. В иллюзион. Значит, потом, когда уже, значит, всех повернувшихся задом оттуда убрали, Марк Ароныч брал программу и вез ее в отдел по контролю за репертуаром, который возглавляли разные люди. И самым замечательным из этих возглавляателей был Владимир Малышев, нынешний ректор ГИКа. Когда он пришел, мы говорим, какой прекрасный человек, замечательный просто. В общем, восторг был. Невероятный. Вот он подписывал, подписывал Дмитриев, потом подписывал Малышев, и, значит, программа уже... Бывали разные, разные бывали... Вот как раз, когда я в 1982 году, когда пришел, то я пришел в самый жуткий момент, когда иллюзион собирались закрыть. А по какому поводу? А я расскажу все. Значит, эта история замечательная. Знает Григорьевна Шатина, директора кинотеатра, она поругалась с, по-моему, каким-то начальником в Госкино по фамилии Александров. Он был не тот окарь, не тот слесарь, в общем, очень образованный культурный человек. Значит, что такое? Они там поругались друг с другом, и он решил отомстить. И он наслал комиссию сюда, которая ничего не нашла. Он наслал другую с четким указанием найти. И, в общем, когда я приехал, Дмитрий Миссариев говорил, ну что, войдете в комиссию по ликвидации? говорил мне, пугал меня. Но в результате не ликвидировали, собирались передать в кинофикацию. Это что значит? Это означало бы просто ликвидацию, потому что, ну, уже нельзя было ничего показывать, там кинофикация бы свои картины бы давала, и все. Все-таки как-то это так урегулировали. Ну, нужно было место, где надо было что-то показывать, какие-то ретроспективы, значит, и как раз там была ретроспектива Чазарет Заватини, нам ее тут же, значит, дали, и тут же сочиняли стихи постоянно. Значит, и Марик пришел, как-то сказал, говорят, что Заватини носят шубу на ватине, на что Владимир Иванович Кривуля замечательный, полиглот, умница, вообще знавший все языки, делавший монтажные листы. А, значит, и он говорил, и поэтому у нас ретроспекция сейчас. Это был целый цикл таких стихов. Значит, и не передали ничего, но заставили, значит, советские фильмы заставили показывать в удобное вечернее время с 7 часов вечера, американские фильмы сократили до 3 в месяц, и вообще все это какие-то жуткие циклы, там, фильмы обвиняют капитализм, был такой цикл. Кино против религии, куда-то почему-то поставили по сбиндеру картины. Да, все программы были цикловыми. Не было, просто вот показывают вот сегодня. Тут еще стоит отметить, что в кинотеатре была соответствующим образом составлена сетка репертуарная, делилась 50 на 50, 50 советские фильмы, 50 зарубежные. Надо сказать, что очень часто были советские картины, на которые невозможно было достать билеты так же, как на зарубежные. Я помню, что... Например, какая? Мольба, например, Тенгиза Буладзе, которая провалилась в прокате вообще со страшной силой, в иллюзионе, я помню, кому-то там... Полный зал. Полный зал был всегда. А это просто невозможно было. Какие-то... Мы оставляли нам... Мы могли оставлять какие-то контрамарки, так там было просто убийство по поводу контрамарок. Там что-то оставили, что-то не так записали, меня что-то по-моему не вызывали. Я рассказывал, что тогда я оставлял. Ужас, что... Были советские картины, которые... Они не все были, конечно. А те, которые надо было показать, ну, показывали с утра. А вот в 82-м году осенью заставили их показывать вечером. Но потом как это тоже как-то, знаете, рассосалось. А вот вы сказали по поводу контрамарок и, соответственно, покупки билетов. Существовала же система абонементов, то есть люди раз в месяц покупали абонементы и могли ходить в течение всего этого месяца. Да. Там, значит, так как программа была из циклов составлена, то была бы, значит, программа, когда вот она утверждилась по всей этой схеме, о которой шла речь выше, то собирали культоргов. Были такие на всех мероприятиях культорги, которые, значит, вот здесь это все происходило. И, значит, им говорили, вот такая программа, вот культорги, вы должны обязательно выкупить советские картины, и вот, значит, поэтому вам даются еще и немножко зарубежные тоже. И как там, все это так варилось, все выкупали, и какие-то абонементы пускались в продажу, но очень мало уже, когда после культорга, после культорги все разбирали, очень мало оставалось таких абонементов. А что касается просто продаж билетов в кассе, то там была кассовая мафия, там люди, значит, продавляли. Билеты стоили 50 копеек. Это была самая дорогая цена в Советском Союзе, потому что в обычной кинотеатре стоили 25 копеек днем, 30-40-50 вечера. Здесь 50 копеек на любой сеанс в 9 утра не имеет значения. Такой вопрос. Мне как человек, который занимается организацией показов сегодня, интересно узнать, как распределялись обязанности внутри той самой научной группы. Действительно, это было некое такое иритированное сообщество, которое занималось, которое только творило и занималось составлением программы. Или на нее также ложились какие-то бумажные моменты, заказ пленки, решение правовых вопросов. Как построена эта механика? Как строилось взаимодействие между киноархивом и, собственно, кинотеатром? Это очень важно. Ну, это, значит, там была замечательная, еще одна замечательная женщина Альбина Викторовна Маланчева, которая закончила историю к архивной института, на которой лежала как раз связь с Госфильмофондом, копии, там просто программа там была, там все, там она звонила, все там рассказывала, ей звонили там, что вот эта копия зацвела, эта копия, там у нее гидролиз, там эта копия порвалась неожиданно в самом интересном месте. Тогда надо было срочно заменять и все. И с переводчиками тоже была связь, потому что была, значит, никаких субтитров не было. А вот есть как раз фотография, где переводчики есть, насколько я знаю, это зал Илезионы, и как раз будка, где сидели переводчики. А вот это, да, это переводческая будка. Любопытно рассказать тоже о том, как был устроен этот киносеанс, потому что современный зритель, я думаю, с трудом себе представляет, а как же так, фильмы в синхронном переводе. Да, а в Советском Союзе как раз с трудом представляли, вот уже в позднее советское время, с трудом представляли субтитры, потому что теперь читать разучились, я не знаю. Поначалу, после войны, все трофейные фильмы шли субтитры. Тарзан, которого смотрел вся страна сто раз, там субтитры были. Такие нашлепка такая черная на ней, чтобы немецкие субтитры закрыть, и русские на ней. Значит, и потом уже все это было исключительно на кинофестивале на московском были с переводом всегда, и здесь тоже перевод, была вот будка, в которой сидели, причем переводчики были удивительные совершенно. Совершенно фантазические. Чем не монтажные листы, я сам переводил по русскому монтажному листу фильмы с финского языка, там с хинди, там с других замечательных языков. А это синхронный был. А это были синхронные переводы. Синхронные просто. То есть нужно обладать определенным артистизмом, чтобы это делать. Определенным артистизмом обладать, чтобы переводить. Конечно, конечно. С техозвучить. Да, да. Притечи в ВХС видеосолов, да? Если потом это все было... Да, 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 да. Вот так вот. Это все было дерьмо. А вот в Иллюзионе это были просто асты. Профессионалы. Гриша Либергал, замечательная. Нелли Георгиевна, которую я не успел заставить. Была прелестная совершенно переводчица с японского Марии Геннадьевна Доли. Она была наполовину японка. Причем она переводила там... Японцы прислали кучу картин официальных, которые мы могли показывать. И, значит, она переводила их просто удивительно. Ну, удивительно. Причем с японского языка сразу вот она слушает и переводит. Что... А зрители были настолько этим избалованы, что однажды, значит, пришли на научную группу и говорят, у нас претензии к переводчикам. А что такое? Он дышит. Громко дышит. Что ему, помереть, что ли, теперь? Вот, ну, дышит он. То есть нет. А потом Наталья Алексеевна, в бывшем моменте рассказана, переводила по русскому языку, по монтажному листу японскую Годзиллу, первую, 54-го года. И там что-то такое, там было про трилобитов. И она что-то как-то этих трилобитов как-то не так склоняла, или спрягала, я уж не помню что. Пошли жалобы. К ней пришли жалобы. Что это такое, голубушка? Что это вы говорите? Ведь трилобиты... И это я начинала лекция про трилобитов. В общем, что это такое. А вы, то есть, это... Перевод стоил 7 рублей 50 копеек. Вот за 7 рублей 50 копеек... Вот все... Да, сеанс. Двухсерийные картины. Самая любимая картина была для переводчиков «Красный круг» Жанна Пьера Мельвиля, потому что там в последние полчаса без текста, ограбление идет без текста абсолютно, а стоило, значит, 14 рублей. И это Владимир Иванович обожал эту картину. Он сделал монтажный лист. Он такой прелестный был. Потом из-за его Монтана запретили ее показывать. Кстати, вот для зрителей, может быть, будет интересно, целая семья Разлоговых, насколько я знаю, работала здесь в качестве переводчиков. Мать Кирилла Разлогова, которого мы знаем по программе «Культ кино», кстати, довольно популярной среди многих людей, которые пришли в какой-то момент стать киноведами. Его жена Наталья. И еще... Сестра, простите, я говорилась. Естественно, сестра Наталья. И еще одна сестра Лена. А сестру Наталью знают как последнюю любовь Виктора Цоя. Может быть, кому-то... Но не Кирилла Мельча, а Цоя. Я говорилась, разумеется. Да, да, да. Нет, Разлоговы были, да, тоже. Они были и очень такие... Кирилла Алексеевна была такая, замечательная, такая интеллигентная. Вот старые, таких сейчас не делают уже. Вот такая прекрасная старая женщина. Наталья и Лена, они переводили совершенно фонтадо. Они знали французский как свой родной, как Кирилл Мельчин. Вот Кирилл Мельчин, он не переводил. Читал лекции иногда здесь, но переводить он почти никогда не переводил. Но он был там начальником, что-то в госкино, там был каким-то заместителем, чего-то куда-то. Была еще замечательная сотрудница госполима фонда Ирина Николаевна Янушевская, которая знала французский, она сидела на французском фонде, там в столбах, и тоже переводила. Но у нее был очень такой, очень такой грубый такой голос. И она все время говорит, я сейчас скажу тебе шепотом, я тебя люблю. И когда были такие какие-то нежные французские картины, она все время хотела их переводить, ее все время, это была такая тоже, ну, Ирина Николаевна, там, ну, может быть, вы как-то все-таки возьмете вот что-то другое, там, боевик какой-нибудь, вот уговаривали ее, чтобы она переводила что-нибудь более. Фильм ужасов, да? Ну, да, ну, это не ужасов, не было, какая-то была лекция на у меня что-то, почему-то что-то такое. Мне представляют записку, почему в СССР нет фильмов ужав. И вот этот ужав потом у нас стал таким крылатым выражением. Вот кто сегодня отвечает за те фильмы, которые идут в кинотеатры, как строятся работы? Насколько я знаю, научной группы в Альзионе сегодня нет. Да, это так. Здесь, на самом деле, я бы немножко... Есть малый зал, без научной группы. Да, там в малом зале сидела научная группа, и можно было зайти и задать вопрос. Ситуация поменялась кардинально. И если, как гласят легенды, очередь коллезиона выстраивалась к иллюзиону, начиная от метро Таганская, то есть это было во многом вызвано тем, что только здесь, только в иллюзионе можно было посмотреть какие-то уникальные вещи. То есть фильмы, которые вы нигде больше не посмотрите. Если мы посмотрим на день сегодняшний, то поймем, что этой ситуации... Ну, ее нет как бы, да. Пришли... Пришел интернет, пришло огромное количество стриминговых каналов, и, собственно, различное зарубежное кино, оно также стало доступнее. То есть нет этого эффекта, чего-то недостижимого того, что вы нигде больше не увидите. Как раз вопрос возникает, да. Как создать события из старого кино, показы старого фильма? И тут, собственно, мы натыкаемся на то, чем мы и занимаемся. То есть работа, грубо говоря, я бы поделил нынешнего иллюзиона на три основных блока. Это работа с архивом, да, и архивные показы. Что до сих пор делает иллюзион уникальным и отличает от других кинотеатров? Это возможность пленочной проекции. Это как раз и работает на связку с Госфильмофондом, в котором пленки хранится огромное количество земной шар, и можно обмотать не один раз. Должен сказать, что она на достаточно высоком уровне у нас и позволяет показывать нам кино в том виде, в котором смотрели его на протяжении всего 20 века. То есть это один пласт. Это тоже, надо сказать, интерес к ретро, так скажем, показам, прикосновения к истории, к архиву, тоже для многих любителей, особенно увлекающихся кино, людей, которые видят себя в дальнейшем как киноведов на подступах или в процессе обучения. Естественно, их это притягивает. Мы этим активно пользуемся. Мне кажется, последние, условно, лет 10 сформировалась какая-то публика, которая хочет смотреть именно с пленки. Да, да, как бы это страшно не звучало, но достаточно много людей больны синефилеей. И эти люди как раз, которые приходят к нам, и это мне приятно. А сейчас мы имеем 50-60% всего, что показывается. Ну, опять же, 4 зала у нас. Мы их наполняем содержанием. Но, что я должен сказать, если мы будем смотреть на репертуар, то, конечно, иллюзион... Мне хотелось бы, чтобы так и было, что иллюзион нельзя назвать ни кинотеатром в торговом центре, ни просто площадкой для развлечений. Мне хотелось бы, чтобы к нам зрители приходили, так скажем, за культурным досугом. Конечно, кинотеатры сейчас вообще усреднились. Они все одинаковые. А здесь ты приходишь в определенный... Да, и мы стараемся держать эту планку. Все-таки в выборе прокатного кино мы ориентируемся на фильмы, которые имеют какую-то фестивальную историю, либо имеют какое-то имя среди создателей, режиссеров или сценаристов. То есть то, что называется сегмент авторского кино. Это то, что касается прокатной части. Ну и, конечно, если... Да, Кирилл все время говорит о событиях, спецсобытиях. Это наша вечерняя программа. Здесь и различные премьерные показы, и различные спецпоказы, на которых появляется возможность у зрителя, опять же, не только посмотреть, но, во-первых, узнать уже какое-то устоявшееся мнение, мнение профессионала, кинокритика или киноведа. И в том числе и провести обсуждение, пообщаться, задать свои вопросы или поделиться своим мнением. Также мы регулярно показываем... Ну, например, есть у нас цикл реставрации, в рамках которых мы показываем фильмы, которые были отреставрированы в Госфильмофонде. И, надо сказать, в настоящее время достаточно большой объем сил брошен на то, чтобы различные фильмы, которые считались либо утерянными, или которые находятся в фонде в плохом состоянии, их вернуть к жизни в формате цифровой реставрации. Есть регулярные циклы, посвященные забытому немому кино. И здесь подход несколько экспериментальный, старая встречает новая, в том плане, что немое кино мы показываем в сопровождении электронной экспериментальной музыки, что дает несколько новый взгляд на устоявшиеся вещи. Должен сказать, что не всем это нравится, и часто я слышу упреки и комментарии. У нас есть замечательная, я бы сказал, даже постоянная гостья, которая приходит практически на все фильмы этого цикла. Ей очень нравятся фильмы, и она говорит, ну что вы делаете с музыкой? Она говорит, это же не мое кино, его нужно смотреть в тишине. Но я думаю, что скоро мы просто придем к тому, что начнем предлагать беруши на входе в зал, на эти сеансы, чтобы все кто... Ну это же, были же таперы всегда. Нужно, наверное, про это тоже рассказать. Может быть, не все зрители знают, кто такой тапер вообще, за что отвечал тапер, и что Элезион один из немногих кинотеатров, где проходят как раз киносеансы немых фильмов в сопровождении тапера. А вот античный можно сказать. Они выглядят так, как выглядели, собственно, сто лет назад. Насколько я знаю, Антон часто тоже приглашает джазовых музыкантов. Здесь двойная история. Нужно сказать в первую очередь о Сергея Аксенове, пианист, которого часто можно услышать в фойе Элезиона. Тут надо сказать, что Сергей работает в кинотеатре, пожалуй, больше, чем я живу на этом свете. Это такая уже сложившаяся традиция. Время между сеансами, он как-то оживляет фойе. Он часто сопровождает немые картины. Это и есть. Он регулярный, заслуженный топер кинотеатра. Он помогает зрителю в усвоении того, что он видит на экране. Я знаю людей, которые приходят специально послушать его в фойе. Да, у него есть своя аудитория. Брать его чашечку кофе, посидеть, послушать, потому что он присоединился. Кстати, Сергей Аксенов, насколько я знаю, он тоже начал свое знакомство с Элезионом, как и многие сотрудники Элезиона, как зритель. И были люди, которые пришли в Элезион, влюбились в него, в это место, а потом захотели очень сильно там работать и в итоге связали с этим местом свою жизнь. И кинематографисты, между прочим, очень любили всегда приходить сюда. А многие здесь выросли, кстати говоря, благодаря тем же, вот я хотела эту тему обсудить кинолекториям, который проводили здесь, и к киноуниверситету. Насколько я знаю, был трехгодичный курс. Да, в университете, да. То есть это полноценное кинообразование. Да, абсолютно, да. Я вот хочу Антона спросить, а вот насколько сегодня Элезион, и выступает ли сегодня Элезион такой образовательной площадкой? Как много этому отводится внимание? Время отводится, но, пожалуй, не так много. Все-таки в нынешнее время достаточно много существует киношкол тематических, у которых есть, или институтов культуры, у которых есть направление киноведения, историю кино. И есть, так скажем, выбор, где к этой истории можно прикоснуться. Конечно, мы делаем и показы, и приглашаем различных киноведов, в том числе и Сергей Александрович, что мне очень приятно, он там регулярно приходит и поддерживает. Но в режиме кинолектория, какой-то постоянной программы, пожалуй, что нет. Этого нет. Это связано с чем? Ну, наверное, с тем, что людям во большей части сейчас Элезион ассоциируется, в первую очередь, как кинотеатр. Они понимают, что они могут получить какую-то дополнительную информацию о фильме и расширить свой горизонт, узнать что-то новое. Но это, так сказать, их оттолкнет, если мы заявим в начале, что перед показом их ждет 40-минутная или часовая лекция. А раньше были полчасовые, да, если я верно? Это был максимум. Это был максимум. Я уже рассказывал, по-моему, здесь недавно, что я однажды на 50 минут залудил лекцию. Улеклись, да. Ой, это было нечто. Но тут, по-моему, еще почему с лекториями тоже еще сложно. Ведь очень важная вещь. Когда вот иллюзион существовал тогда, он не был в прямом подчинении Министерству культуры. Госфильмофон был отдельный. Потом, благодаря Владимиру Юрьевичу, кстати, Дмитриеву, он получил статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Я не знаю, есть это сейчас этот статус или нет. И поэтому он как бы... Там были немножко другие подходы. И он не должен был все согласовывать. И, ну, то есть, согласование было, о котором я говорил выше. Было, конечно. Но вот то, что... Он не находился под... В прямую под Министерством культуры. Можно было показывать зарубежные картины тоже. А теперь же это очень сложно. Теперь это сложно, потому что это нужно, значит, тогда, когда было, вот тогда, в Советском Союзе, значит, ФИАП разрешал показывать картины, которые получены по межархивному обмену. Иногда случалось нам вытащить кое-что и полученные не совсем по межархивному обмену, скажем так. Но главное, чтобы на этом полученном не было польских, чешских, болгарских, югославских субтитров. Они были законными. Да. И это, значит, это тоже нам иногда случалось показать. Но тут Владимир Юрьевич, он был на страже. Вот скажите, как поменялся репертуар к концу 80-х? Вы работали с 82-го по 88-й год, если я верно помню. Мне кажется, к 88-му году ситуация-то сильно меняется. Если в 82-м году нельзя было посмотреть, наверное, фильм «Ниночка» с Гретой Гарбо, Анастолюбича, то, наверное, в 88-м году уже можно. И как на это реагировал зритель? Ну, вообще, это было удивительное время. Вот вы просто, вы должны мне позавидовать, потому что это время было фантастическое. Вот вчера о чем-то мы разговаривали шепотом на кухне, а сегодня это в газете, правда, на первой странице напечатано. Мы были такая... Там был замечательный... Там вокруг релизионов было очень много замечательных людей. Один был такой, Володя Голубев, который во время перестройки каждый день заходил в научную группу и говорил, читали? Что? Сегодня в правде. Читали? Сегодня в красной звезде. И, разумеется, более там была история с Соловьевым связана. Почему он как бы очень сильно бдил? Потому что он, значит, понес наказание, как в году 83-м, по-моему, в 73-м году, значит, в релизионе показали фильм режиссера Эбнера «Последний жулик», который сейчас идет совершенно спокойно. Там Губенко главный роль. Значит, а режиссер Эбнер к тому времени подал заявление на выезд из СССР на историческую родину. Но Соловьев не знал об этом, разумеется. Картина была показана, а заявление было уже подано. И после этого его на полгода понизили из начальников научного отдела Госфильмофонда. И он был полгода простым картотечником в белых столбах. И после этого, разумеется, 73-й год, время такое, он уже смотрел, следил, не подал ли кто еще чего-нибудь туда. Вот. Поэтому как бы вот такое было время. Нельзя было. Какие-то картины, которые даже, ну, были картины, которые все уехавшие, значит, это все нельзя, если кто уехал. Но даже картины, которые там, рабочий поселок, гениальная картина Венгерова, нам сказали, так говорили, ну, лучше не надо. Ну, вот, ну, лучше не надо. Вот даже такие были истории. Ну, а потом, когда в перестройку, ну, в 88-м году это уже просто было, ну, гуляй по буфету, что называется. Абсолютно показывали все, что было нельзя, и все, все, все картины, все тех, кто повернулись задом к нашему послу, все, все, все. Там были же еще, если кто-то из зарубежных деятелей искусств, что-то такое не то сказал, не туда съездил, сделал не то заявление, не с тем встретился, все моментально. Моментально. Все это, картины, которые были в советском прокате, все, все, которые показывались много раз, после этого события, все исключалось, абсолютно. и все это были сняты в 87-м году, все было снято уже. Я должен давать, что несмотря на все те ограничения, о которых рассказывал Сергей Александрович, я во многом даже завидую возможностями, возможностям показа того-того времени, потому что то, каким было, считался ревизион 70-80-е, то, что было, можно тогда, сейчас по ряду причин правовых, это просто-просто невозможно. И в том числе некое изменение статуса кинотеатра, если раньше он считался территорией Госфильмофонда, и таким образом, как известно, члены ФИАФ могут на своей территории показывать абсолютно все, что хранится в фонде, на день сегодняшний кинотеатр ревизион не считается территорией Госфильмофонда, это кинотеатр при архиве, вот, и, соответственно, он юридически подчиняется правилам для обычных кинотеатров, и здесь начинается огромное количество приключений и ограничений в плане даже тех пленок, которые здесь неоднократно в свое время показывались. Скажи, как это устроено? Вот смотри, возникла идея, допустим, чаще всего это сотрудник научного отдела, у него возникает идея программы, может быть, специального показа, предположим, зарубежного фильма, середины 50-х годов, вот, есть такая идея. Какие следующие шаги? Что нужно сделать для того, чтобы пришел сюда зритель, этот фильм посмотрел? Шагов огромное количество и на... Шаги зрителя. Финальная точка еще неизвестна, то есть наполно соберем зал на это или нет, но, во-первых, нужно сказать, что над этим трудится огромное количество людей и этапов очень много. Допустим, все начинается инициация этой идеи показа, приходит от научных сотрудников Госфильмафонда, появляется какой-то фильм, но начинаем мы, естественно, с того, есть ли этот фильм в фонде. Потом, если он все-таки находится, мы идем в отдел АТК и узнаем, в каком состоянии эта пленка, насколько она пригодна к выдаче, действительно ли она в состоянии еще, да, можно ли ее смотреть, вдруг она выцвела, вдруг она высохла, вот, и их показать непригодно. Если здесь все сходится, мы переходим на следующий уровень, а следующий уровень это те самые разрешительные документы и удостоверения. Мы смотрим реестр прокатных удостоверений Российской Федерации, есть ли там этот фильм, тут еще не все потеряно, вот, если там даже, да, если этого прокатного удостоверения нет, есть надежда его получить, если фильм перешел по законодательству РФ в общественное, так называемое, общественное достояние, это фильмы старше 70 лет. Вот, если фильм уже в общественном достоянии, то мы можем оформить самостоятельно на него прокатное удостоверение на госфильмофон. Вот, в случае, если фильм младше этого возраста, то нам нужно заручиться разрешением правообладателя. И вот здесь все, что касается зарубежных фильмов, оно начинается от очень сложного до невозможного. Вот, и очень часто и гости постоянные просят, помня, что когда-то в Лизионе показывались фильмы Бенуэля, фильмы Антониони, фильмы Феллини, приходят и они, они, да, почему? Покажите. Вот, мне понятно, я разделяю их возмущение, но мне приходится, что называется, оправдываться и объяснять, что это невозможно по нынешним правилам игры. Вот, тут цепочка такая. Ну, а если мы берем, да, ситуацию, что все у нас сошлось, и мы оформили ПУ, и пленка есть, дальше включаются наши подразделения, которые занимаются пиаром, и СММ, мы готовим материалы о этом событии, и коллеги распространяют всяческие информации об этом показе. Дальше мы сидим и ждем. А потом к вам приезжает фильм, собственно, вы делаете запрос вот так, как ты сказал, если фильм хорошего качества, то приезжает, собственно, вот такая вот коробка, не одна, как правило, заказывается пленка. 10-15 таких коробок. Ну, в зависимости, да, от хронометража фильма. Там лежит пленка, которую вы показываете, соответственно... Именно так, да. Эту пленку принимают наши киномеханики, естественно, перед показом они ее дополнительно проверяют на состояние, нужны ли какие-то дополнительные склейки, готовят ее к показу, ну, и, собственно, вот фильм на экране. Ну, и, собственно, да, мы, естественно, мы ждем, что у нас будет полный зал, и мы к этому стремимся всячески. Ну, и Лизион одно из немногих мест, где осталась вот такая хорошая пленочная кинопроекция, потому что в какой-то период их стали убирать массово и заменять на более современные Это действительно так, и буквально по пальцам одной руки можно пересчитать места в Москве, где они есть. Еще важно, что здесь работают очень хорошие киномеханики, которые действительно владеют своей профессией этот вот навык, который предавался им в предыдущих поколениях. Да, да, это так. А, кстати, по поводу киномехаников и автобусной остановки. Можете меня поправить, если я ошибаюсь. Тоже в воспоминаниях упоминается о том, что сотрудница Госфильмофонда была инициатором открытия автобусной остановки под названием кинотеатр «Эллизион». Это была главный инженер. Инженер. Кто, Нина Петровна, что ли? Антонова. Я не знаю, кто это был инициатором. Дело в том, что это было уже в перестройку, и я не уверен, что Нина Петровна это прям так уже прям инициировала. Может, она высказала где-то эту мысль, что хорошо бы. Но когда не было остановки, то в этом было особое дополнительное очарование, что ты идешь куда-то в место невиданное, где ты увидишь что-то, что невозможно увидеть в других местах, и ты должен еще идти к нему. потому что вот это вот ты должен какие-то усилия создать, и не создать, вернее, а преодолеть, чтобы дойти до этого места. Вот оттуда, с Явских ворот, или сверху от Таганки. Или от Китай-города, например, от того, что Плазинка называлась. Просто в перестройку, когда уже все, это свобода, демократия вообще. А кто бы создал? Все, вот, пожалуйста, вот иллюзион, все, пожалуйста, приходите. Главное, по пути от метро до кинотеатра иллюзион еще билеты, говорят, предлагали купить. Билеты предлагали, спрашивали на платформе метро Площадь Нагина, ныне Китай-город, на платформе метро Кировская, ныне Чистые пруды, на платформе метро Новокузнецкая, ныне Новокузнецкая Ж. А уж что творилось на остановках трамвая и автобуса, это там стояли стада людей. Был целый теневой рынок, перекупщик. Да, я же говорил, была кассовая мафия. Дефицит сменился сытостью, если не сказать, пресыщенностью. И смешная ситуация для всех влюбленных в кино и киноведов, все, кто кино занимается, такое наблюдение. Чем реже фильм ты берешь и ставишь программу, его показываешь и думаешь, ну, его же никто не видел, это же событие. Но когда ты приходишь в зал и видишь там от 5 до 15 человек, ты понимаешь, что что-то работает, работает не так. Это до смешного. К сожалению, больше всего зрителей мы видим на тех фильмах, которые хорошо известны. Какой показ тебя удивил, что какой-то старый фильм, а пришло очень много людей? Было такое? Да нет, я могу сказать, что меня удивляет каждый день. И это приятно и радостно, что в кинотеатре «Релизион» на данный момент уже порядка года нисходят фильмы. Видимо, все это началось с юбилея, с апреля прошлого года Андрея Арсеньевича. Мы взяли ядное количество фильмов в прокат, и они идут до сих пор. Это «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало». И на них по-прежнему постоянно... Да, по, так скажем, количеству зрителей, которые приходят на эти фильмы, не сравнится практически ни один с другой. Во-первых, на такую долгую дистанцию, как они работают. И мне всегда любопытно, кто же эти люди, зрители, которые приходят, и независимо от зала, и большой, и малый, и вип-залы, они практически всегда, они полностью набиты. Знал бы Андрей Арсеньевич. Ну, ему было, думаю, приятно, конечно же. Мы немного понимаем, как выглядит зритель сегодняшний. Наверное, Антон подробнее об этом расскажет. Может быть, есть какой-то образ зрителя. А кто был зритель «Релизиона» давайте в 70-е годы? Это был кинотеатр, прежде всего, для интеллигенции. Какова я сюда ходила регулярно, все знала, все, значит, все. В общем, достаточно в Москве интеллигентных людей, чтобы заполнить зал, по-моему, 360 мест было тогда, и, значит, все это было, все это заполнялось. Актеры стаганки часто приходили, и Филипенко, и смехов были здесь. Я сам, значит, общался с ними. Ну и, значит, замечательные жильцы этого дома. И Марина Алексеевна, Ладынина, и вот... Раневской нет, когда жила здесь, она потом переехала, но она, по-моему, не была частой гость. То есть Марина Алексеевна была частенько сюда заходила. Ну, очень часто, очень часто приходили люди, когда на киноуниверситете на Электорию Марка Роныча были какие-то картины советские, то Тарковский был здесь, разумеется. Кирилл заговорил о фестивале, о том, что сегодня, сейчас, в этом году, он будет очень скоро, будет проходить в Москве. о фестивале архивовых фильмов, фестивале Госфильмофонда, но начинался он гораздо раньше и был придуман еще Дмитриевым, о котором вы, кстати, хотели рассказать. И начинался он с Госфильмофонда и проходил он в поселке Белые Стругы на территории Госфильмофонда. И был устроен совершенно иначе, не так, как сегодня. Я думаю, что вы наверняка приезжали на фестиваль тогда. На первый. На первый. Можете рассказать о том, как это было. Женька и Маргуль там в одной комнате жили даже. Ну, стоит сказать, что тогда, когда фестиваль только был организован, он был ориентирован прежде всего на киноведческое сообщество и на профессионалов, которые приезжали. А сегодня у зрителей есть возможность попасть и посмотреть, в общем-то, уникальные фильмы, которые он никогда прежде не видел. То есть есть... Да, получается, что последний, ну, в этом году уже третий-третий раз фестиваль архивных фильмов будет происходить в Москве и на площадках города. И на самом деле, мне кажется, это очень правильно, потому что фестиваль делает шаг навстречу зрителю, в том числе и неподготовленному. Если в белых столбах на протяжении многих лет и с огромной любовью люди, которые там бывали, вспоминают и фильмы, и все, что происходило вокруг них на фестивале, белые столбы, то теперь любой, буквально, человек, который проходит мимо и видит на фишу архивное кино, может к этому кино прикоснуться, прикоснуться к истории кино, и в том числе узнать, где оно хранится, где оно живет на территории нашей страны, то есть в госфильмофонде. И я думаю, что с точки зрения организации, конечно, это стало несколько сложнее, потому что раньше все это было локально, конечно, никто не отменял взаимоотношения с гостями, с другими странами, это тоже нужно было, да, все оформить, но то, что касается фестиваля сейчас, это работа многих людей, это работа нескольких площадок, потому что в прошлом году показы проходили не только в Иллюзионе, это и инженерный корпус Третьяковской галереи, это и музей кино, это и кинотеатр Пионер, это все требует определенной организационной работы. Ну, главной площадкой всегда была Иллюзиона, собственно, и из Иллюзиона остается. Большая часть показов, да. По поводу того, как проходили в ваше время кинопоказы, когда их представляли сотрудники. Была научная группа, как мы уже успели проговорить, определить, которая базировалась здесь. А были научные сотрудники, которые работали в Госфильмофонде. Как часто они приезжали для того, чтобы представить фильм? Я знаю, что практика такая была, и сотрудники из Госфильмофонда тоже привлекались. Они были редко. Чаще были киноведы, которые не работали на Госфильмофонде, в Иллюзионе, но были знаменитыми киноведами. И, значит, вот они здесь... Ирина Ивановна Рубанова, она здесь жила недалеко. И она часто представляла не только фильмы своего друга Анжио Вайды, но и другие произведения. Многие там... Юрий Александрович Богомолов, «Царство ему небесное». Значит, вот тоже был здесь часто. Кстати, он... Потому что киноведы разные ведь бывают. Юрий Александрович потрясающе писал. Потрясающе. А говорил он не так потрясающе. И поэтому, когда он этим слушал, «Боже, ну что ж такое?» Бывают так вот разные... В форме эссе таких работ. Да, да, да. Он писал замечательно всегда. А вот в чем... И такие статьи в какой-то периодике, и научные статьи, все было замечательно. А вот говорил он как-то, затыкаясь как-то, вот что-то вот... Но тем не менее, его часто приглашали, потому что человек, знающий, много было таких. Вы упомянули Вайду. Он, кстати, приезжал сюда. Да, вот я хотел про это рассказать. Вернее, чтобы вы рассказали про зарубежных гостей. Потому что очень много кто приезжал. И Курасава тот же приезжал. Да, да. Практически всех зарубежных гостей, которые были в Москве на кинофестивале, они обязательно были здесь. Что касается Вайды, то была его грандиозная ретроспектива. И это как раз... Восьмидесятые. Нет, раньше. Восьмидесятые годы не могло быть, потому что в восемьдесят первые годы человек из железа. Все было, значит, закрыто. И да, в Вайде была история еще одна. Но сначала я расскажу про то, как он приезжал сюда. Это мне, Наталья Алексеевна. Народу было... Началась ретроспектива с поколений. Ну, его не самые лучшие. Кратце, самые первые, но хорошие тоже, но не самые лучшие. Значит, и он, когда пришел... Здесь был... А фасад был такой из стеклянных больших окон. И народу было столько, что, разумеется, еще... Здесь 36 человек, и там еще тысяча стояло. И вот они все прильнули к окнам, когда он входил в здание, вот здесь, сюда вот входил, в фойе, то все прильнули к окнам. И Ирина Ивановна потом рассказывала, что он... Его так это поразило, что он постоянно говорил ей, Ира, ты помнишь, как люди к окнам прильнули? Причем это было поколение, это не пепел и алмаз, но человек из мрамора его показать было невозможно. В рамках нашей рубрики «Архивная полка» мы знакомимся с материалами Госфильмофонда, хранящимся в бумажном архиве, и подбираем их, соответственно, гостям, которые к нам приходят. И сегодня у нас фильм Глеба Панфилова «Тема». И с помощью этих прекрасных материалов о фильме нам расскажет Сергей Александрович. А что у нас из материалов? Ну, на протяжении всего выпуска зрители могли наблюдать вот такие красивые коробки, которые мы периодически отсылали. В этих коробках лежит пленка. А на пленке что? Фильм. Тено. Люди или их тени. Собственно, именно в таком виде пленка в кинотеатр «Иллюзион» и приходит из Госфильмофонда. То есть вот в таких коробках, на которых написано, откуда они пришли и что, собственно, что внутри, что там с языком, цветное или черно-белое. И также здесь указаны номер копии, номер частей и название фильма. А внутри у нас ленка 35 миллиметров. Тот самый стандарт, на котором кино жило, живет и будет жить. Что может быть не очевидно зрителю, кино хранится не в одной упаковке. А их много. А их много, да. Несколько частей. На коробке мы можем узнать, сколько. В данном случае 10 частей. 10 частей таких коробок состоит фильм «Тема Глеба Панфилова». И да так. А еще к нам из бумажного архива пришли материалы, собственно, с помощью которых мы сможем рассказать историю. Это монтажные листы. Что такое монтажные листы? Тоже не единожды мы сегодня упоминали. Каждый фильм, когда он уже готов, все у нас сделано, то монтажный лист это запись всего того, что происходит на экране и диалог. Вот сейчас, раньше, давно, в 60-е годы, там был монтажный лист, в котором просто описано, значит, что происходит. Значит, там первая, значит, такая ПНРА из ЗТМ, значит, графиня с изменившимся лицом бежит к пруду. Значит, а сейчас ничего этого нету, только пишут, вот, Пащина Мария Александровна, Ким, Кр, просто как диалоги, как пьеса. Это уже вот новое введение вот в 70-х годах. Вначале есть краткая аннотация, которая тоже позволяет. Вначале, безусловно, краткая аннотация, написанная редактором фильма замечательной совершенно женщиной Ирины Александровны Сергеевской. Она, по-моему, сейчас даже возглавляет гильдию редакторов. Прекрасная совершенно. Вот ее подпись даже есть здесь собраничная. Она была редактором вообще на всех картинах. Ну, не то, чтобы на всех, но на многих. Например, на «Калине Красной», скажем, на фильме «33», и вот на картине «Тема». Кстати, что делал редактор в целом? Да. Это очень интересная история. Редактор, если это замечательный редактор, так как Ирина Александровна, она ведь, понимаете, когда режиссер снимает картину, значит, все, они там в экспедиции находятся, все, присылают отсиятый материал и садятся уже на студию в зал, смотрят. И часто бывает, что в глаз замыливается или что-то такое там, что-то не по сценарию вдруг бывает снято. И редактор смотрит и говорит, вот как-то чего-то, вот это вот так или нет, если это нормальный редактор. Были редакторы-цензоры, которые занимались... Да. Это отличается. У него были проблемы. У него были проблемы очень сильные. Дело заключалось в том, что у нас была практика на Мосфильме в начале 79-го года, и, значит, надо было распределяться по объединению. И я, когда распределялся, так сказал, я хочу Панфилову, потому что я всегда этого режиссера ценил очень высоко. Я попросился как раз вот в эту группу. Группа была в Суздале на натурных съемках. И я все время проводил с Ириной Александровной, которая мне рассказывала все, что там, значит, происходило, как, чего, куда, дала почитать литературный сценарий, режиссерский сценарий, все, в общем, все процессы я прошел. А когда картина, когда в конце 79-го года картина была закончена, Ирина Александровна позвонила мне и сказала, приходите сегодня на студию, никому ничего не говорите. И я пришел на студию, никому ничего, потом меня чуть не убили в общаге, ребят. Вот я сказал, ну, ребята, ну, мне было так сказано. Эмбарго, как сейчас говорят. Да, значит, я пришел на студию, это был маленький зал, и это был показ для композитора Бибергана. Какой-то маленький, там, что-то вот, вроде как, вип-зал или зел. Там было что-то, по-моему, тоже столько-то, 10, что ли, мест. И я там это посмотрел. Много раз общался с Глебом Анатольевичем, он мне рассказал, все-все-все-все-все. Я спрашивал ему, задавал ему вопрос один. Как это вообще позволили снять? Да, это вопрос возникает. В 1979 году. Почему? Как это позволили снять? А он, я, значит, сказал, такая история достаточно, в общем, длинная. После успеха начала, действительно, это большой был успех, его посмотрело 20 с чем-то миллионов человек, самая кассовая картина, Панфилова и Чуриковой. И, значит, он хотел снимать Жану Д'Арк. И ему не дали. Не дали снимать Жану Д'Арк. Я говорю, что не дали-то? Он говорит, он мне, говорю, ну там была такая, там был финал такой, архангел Гавриил спускается с небес, прячет, значит, крылья в кольчугу и идет в войско Жан. Ну, это, конечно, такой бы финал, разумеется, снять бы не могли. Не дали все равно, но все равно, не в этом дело. А в этом дело, что вот в начале 70-х годов, когда было усиление цензуры, вот история про человека, который поднимает народ на борьбу против неправедной власти, была как-то не ко времени. Это тогда же, что мы не дали делать Степана Разина. Сказали, Ермаш, который, значит, заступил на пост начальника советского кинематографа, сказал, значит, Панфилову, сними что-нибудь, значит, современное. Он снял «Прошу слово». Когда я смотрел эту картину в городе Нижнем Тагиле в конце 76-го года, я тоже не мог понять, это я что делаю, где нахожусь. Это почему вот это показывается, и как-то ничего со мной никто не делает. Никуда меня не волокут, потому что я это посмотрел. Я спрашиваю у него тоже, «Прошу слово, как вы позволили сделать?» А там очень как-то, он, конечно, очень там сложно все это сделал, но не понять, что это история хорошей женщины, которая предлагает стать мэром маленького городка, и которая думает, что она сейчас может что-то изменить, и которой система показывает, что ничего-то изменить не может. А если ты не понимаешь, мы сейчас заберем у тебя сына. И забирает, она же привозит из Москвы сыну в подарок конструктор, из которого он потом убьет себя, благодаря которому. И он спрашивает у него, почему не импортные? Она говорит ему, наши надежнее. В общем, это была картина фантастическая, но ее восприняли как «Воздравие» картину, отправили на фестиваль в Карловы Вары, каждый год показывали по телевизору в день Советской Конституции, что-то невероятное. И потом, значит, он после этого сказал, потом там была история с фильмом про февральскую революцию, которая, разумеется, тоже, ну какая февральская революция вообще? Огонь не лежал на полке, какая февральская революция? Значит, это все на саде сценария заблокировалось. Ермаш сказал, Панфилов сказал Ермашу, вы же мне сказали снять современное. Вот я снял, а вы не выполнили свои обещания Жанну, вот не даете. Ну, он говорит, нет, Жанну не надо, ну сними это вот это. Тогда он нашел вот эту всю эту историю, Червинский написал сценарий с ним вместе. И он, когда сценарий утверждался на Мосфильме, то там было очень большое сопротивление, которое возглавлял Александр Васильевич Караганов, значит, тогдашний очень всесильный критик, такой официальный. И он почему-то увидел в этом персонаже, главном, значит, пародию на Константина Симонова, с которым он дружил. Это странно. Скорее уж на каком-нибудь Маркова и Проскурина, таких писателей советских, Симонов все-таки выше этого дела. Но на самом деле главный криминал был не в этом. Главный криминал был в образе Любшина и в ситуации отъезда советского гражданина в эмиграцию. Эта тема была абсолютно запретной. Абсолютной. Об этом нельзя было говорить никогда. Мало того, значит, в литературном сценарии было написано, это вообще эпизод вот этот Любшина с Чуриковой, когда они там расстаются, а он сидит за холодильником. Это вообще один из гениальнейших эпизодов актерских в истории советского кино. И когда она ему говорит, ну куда ты едешь, ты же там пропадешь в этой Америке. Значит, он говорит, вот я уеду, потому что здесь все ложь. Она говорит, ты там умрешь. Лучше я умру там от тоски, чем здесь от ненависти. В финале слово ненависть выброшено. Значит, это было так в литературном сценарии. Но когда, значит, стали обсуждать его, то выяснилась абсолютно естественная вещь. Из Советского Союза уехать в Соединенные Штаты Америки было невозможно. И если человек, который пришел бы и сказал, знаете, я хочу уехать в Соединенные Штаты Америки, его бы отправили немножко в другую сторону, сразу причем, безо всяких объяснений. И поэтому там, значит, вот в этом видео. Между прочим, я еду в Израиль по вызову дяди. То есть, тут еще насловилась еще тема значит, еврейских. Это было абсолютно в два раза запретнее, чем это, значит, просто. И он как бы по вызову дяди, вроде как он не еврей, но знаем мы этих не евреев. Вы знаете. Вот. Значит, то есть, и эта картина стала абсолютно невозможной к показу в 1979 году. Но, значит, ее приняли, в съемочной группе выплатили, значит, все постановочные, все, и, значит, разрешали показывать показы для друзей вот на Мосфильме на один, и вот на показы для композитора как раз я и попал. Ну, один из друзей написал донос, как мы любим, значит, и после чего Ермаш вызвал Панфилу, сказал, вот ты тут для друзей просишь, вот твой друг что написал. И все, картину положили и навсегда закрыли в сейф. В 81-м году и ее, и Агонию показали на московском фестивале в Белом зале Дома кино, вот был просто такой показ. Причем, весь этот диалог с отъездом был заглушен. И Инна Михайловна, когда, значит, был показ, она все время говорит, что такое, почему не слышно, что со звуком, что случилось, почему не слышно ничего в экранах. Значит, показали и все. И навсегда опять, ну, навсегда это было пять лет. Да, получается, перестройка уже в прокат уходит. Это самое начало перестройки было в 86-м году, Филипп Тимофеевич как бы понимал, что начинается, и он Германа, значит, операцию с Новым Годом под названием «Проверка на дорогах» выпустил его же картину «Начальник опергруппы» под названием «Мой друг Иван Лапшин» и тему выпустил в Западный Берлин еще тогда, где он получил «Золотого медведя» главный приз кинофестиваля. И потом он вышел на экраны. На самом деле, как мне кажется, гораздо более страшная для советской власти картина, потому что она в чистом виде антисоветская, ведь героиня там осуществляет советскую власть, которой в Советском Союзе никогда не было. Власть была у коммунистической партии, у советов власть была недолгое время с февраля по октябрь 17-го года. Потом у советов никакой власти не было, и они были просто как бы такими декорациями. И вот эта картина как раз про это, про то, что у советов никакой власти нет. А тема, эта картина, она замечательная, как всегда. Она любопытная, я недавно пересматривал ее со студентами, я помню, жуткую копию, какую-то черную. А, кстати, на Мосфильме теперь хорошую сделали копию. Сейчас, говорят, сделали хорошую, да. А это было, да, я даже кому-то говорил, на Мосфильме, что же вы не можете сделать. И там, конечно, там есть потрясающий, там и образ учительницы Марии Александровны, удивительный, такой, хороший, но такой советской вот женщины, которая произносит потрясающую фразу, она осталась здесь. Вы не представляете, как нам нужны острые, проблемные пьесы о том, как прекрасна наша советская действительность. Вообще, Глеб Анатольевич, это же ведь совершенно уникальный случай в истории советского кино. Он был инструктором райкома комсомола или горкома комсомола в Свердловске. А Ермаш раньше у него был первым скатерем обкома, они тогда не были знакомы. Потом как-то все было, вот он был такой, он вступил в партию после, по-моему, полета Гагарина, верил Никиту Сергеевичу Хрущеву, не Михалкову, о том, что советское поколение, новое поколение советских людей будет жить при коммунизме в 80-м году, все это было. И он снимал картины совершенно невероятные. И ему это позволили, вот за исключением истории с темой, которая, значит, вот была, все было, и в «Огне бродуне» там очень много есть вещей, которые могли бы уложить картину. И в начале это, прошу слова, я уже говорил, и в «Васе» тоже есть это все, в «Валентине», пожалуй, нету, он как раз снял после, значит, истории с темой, он снял «Валентину» и говорил, что ему очень интересно было вот снять такой вот большими планами, вот как меняется погода, как вот, Инна Михайловна играет там такую за кошмарную такую буфетчицу, такую похожую на ту, вот, Елену Борисовну, которая была в «Иллюзионе», при мне. Вот, а тут она интеллигентка, такая, и тут она удивительно красива в этой теме, Инна Михайловна. Действительно по-женски красиво. Это потому что потрясающе просто, вот когда гениальная артистка в руках гениального режиссера, там все что угодно можно сделать, потому что вспомнить, срамить ее в «Морозке», например, и в теме, как будто две большие разницы. Действительно, огромная. Ну что ж, наверное, на этом мы будем заканчивать. В общем-то, сегодня у нас была такая уникальная возможность познакомиться с материалами, познакомиться с людьми, с которыми зрители прежде были знакомы, и узнать о истории кинотеатра и о том, как кинотеатр работает сегодня. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, друзья. И Сергей Александрович. Да, спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok